здравствуйте меня зовут ирина шайдова и сегодня я покажу вам как сделать глаз слону ну и не только слону смотрите для того чтобы нам сделать глаз нужен или вот такой брат у меня есть это 4 миллиметра брат можно взять бусинку у кого нет такого брата брат с чем хорош то что он такой плоский получается над поверхностью броши и очень удобно и красиво видите а бусинка будет она соответственно выпуклой где такие братцы купить я оставлю ссылку это недорогая покупка но очень нужная во многих брошах я использую ее и теперь я намечаю место где надо мне сделать глаз рисую его и потом можно шилом можно вот такая у меня есть игла канцелярская большая я прокалываю это место тем самым делаю делаю отверстие в фетре и потом туда уже вставляю брат и на обратной стороне раздвигаю эти усики в разные стороны вот с этой стороны получается вот так с изнанки а с лицевой стороны получается вот так можно оставить принципе на этом этапе но можно немного украсить наш глаз что я для этого делаю сейчас я подведу ниточку к этому месту подвожу я ее вот так вдоль фетра чтобы не обрезать нить и не закреплять заново вот смотрите можно сделать вот так вот пришив жесткую канитель совсем маленький кусочек как бы сделать века слону глаз получится более выразительный я беру канитель я ее немного вот так вот сгибаю чтобы придать ей форму жесткая канитель она держит свою форму и пришиваю я пришью пришью ее сначала в середине а потом пришью края когда мы пришиваем канитель самое главное зафиксировать края канители так пододвигаем делаем корректируем канитель я не растягивала эту потому что мне нужен такой эффект почернее чтобы она была вот она меня убегает на самом деле камера увеличивает на самом деле это совсем маленькая я думаю что миллиметров 6 если есть этот отрезок то хорошо так один раз и второй я шью нитью форлайн поэтому немного стежки у меня видны если они потом будут бросаться в глаза я их потом закрашу черной гелевой ручкой если вы будете шить мононитью стежки будут менее заметны на канители а если вы растяните канитель то нить провалится в эту пружинку и вообще не будет видна но я специально не растягиваю хочу пришить именно так можно точно так же по такому же способу таким же образом пришить и снизу канитель и тоже будет хорошо смотреться но в данном случае я ограничусь только верхнем века вот так и теперь я пришью как бы продляя глаз по одной бисеринке 15 размера вот с этой стороны и вот с этой как бы впереди глаза и сзади глаза мне буквально надо две бисеринки это мелочи да и кто-то скажет что ну зачем вот такие мелочи оговаривать ну и показывайте делать на самом деле красота броши она зависит именно от мелочей не только естественно от мелочей от всего зависит вот эти мелочи они очень и вот смотрите я еще там так как я раздвинула усики сзади то они мешают колоть игле и немного мешают работе но вы уже как-то приспособьтесь найдите то положение из которого выходит игла вот я пришиваю только две бисеринки можно если вам нравится если вы хотите немного другой эффект удлинить какую-либо сторону глазик вытянуть его сделать его таким выше ниже веселее грустнее вот таким способом пришивая бисер маленького размера и тонкую канитель у меня канитель 0 8 миллиметра мы можем делать более выразительным глаз и если у нас остаются просветы фетра допустим у меня серого да а глаз у меня черный точно так же я возьму черную гелевую ручку и вот эти вот совсем микроскопичные места тоже можно закрасить черной гелевой ручкой но как правило можно и не закрашивать в реальной жизни это практически не видно эта разница вот так получается глаза ничего сложного здесь нет и теперь я пойду обшивать уже морду слона начиная именно от глаза идя вот так вот в разные направления от глаза зашивать морду слона вот такой маленький урок я хотела вам показать который не вошел у меня в мастер-класс он как-то выбился маленькое дополнение возможно кому-то будет это полезно а на сегодня прощаюсь с вами до свидания всем всего доброго